Четыре дня футбола. С 7 по 10 марта в Крытом Манеже стадиона Локомотив пройдет традиционный турнир на призы областного фонда развития футбола «Кожаный мяч». Соревнования пользуются популярностью. На этот раз участвуют 20 команд, состоящие из ребят 2007 года рождения. Это как традиционный для текстильщика соперники Ярославский шинник, Владимирская торпеда, так и команда из Подмосковья Тулы. Для юных спортсменов такой турнир – хороший опыт. Я играю уже 7-6 лет примерно, ну и дальше тоже буду продолжать стремиться, ну дальше там вот командам выше уровня и попасть в бану. Впервые в турнире приняла участие московская команда «Барса Академи». Свой первый матч столичные гости провели с шинником 2. Встреча завершилась со счетом 5-3 в пользу ярославцев. Футбола много не бывает, тем более детского футбола. Дети должны играть и играть как можно чаще. Почему? Потому что самое главное – это проверить свои силы. И еще, я, может быть, об этом говорил, ивановцы знают, футбол – это та игра, которая людей объединяет. И мне искренне приятно наблюдать тогда, когда мальчишки через эти турниры сохраняют дружбу на долгие-долгие годы. Этот турнир стал учебным и для школы молодого арбитра, которая возобновила свою работу в Иванове два года назад. Зимой приходится больше уделять внимание теории, а ведь без практики судейства никуда. Порядка трех лет мы готовим арбитра для того, чтобы он мог выйти на уровень областных соревнований и даже соревнований с первенством МФФ «Золотого кольца». То есть это примерно три года нужно целенаправленной подготовки. Арбитр обязательно должен знать правила игры, методику судейства, разбираться в единоборствах и пройти определенную практику. Это лишь первый день соревнований. Самая напряженная борьба впереди. По итогам турнира определится сильнейшая команда, которая получит возможность выступить на всероссийском турнире. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.